Казалось бы, как-то тривиально все это звучит, но это правда, потому что очень часто команда недооценивает. Я вчера смотрел игру Vega против Vichy Gaming, кажется, да, и там уже все, там уже Vega, казалось бы, побеждали. И, ну, я так устал очень сильно за день, у меня как глазки начали закрываться, и я, последнее, что я помню, это Версута сказал, ну, Радианс на Врейс Кинге вообще никак не может. Спустя полчаса я просыпаюсь и вижу то, что Vichy Gaming выиграли Vega 2.1, то есть все-таки в Рейс Кинга нельзя недооценивать, особенно когда у него там есть Радианс, когда у него Блэйд Мэйл, ну, герой крайне хороший, его очень редко используют, но мне кажется, винрейт у него весьма, весьма хороший у этого персонажа. В паблике его постоянно можно увидеть, если вы зайдете в какой-нибудь там хаймер паблик, где люди трайхардят, ну, вот реально, вот они хотят выиграть, и человек там на ласт пик выбирает себе кэри, если нету ни одного персонажа с моноберном, всяких никсов, бистмастеров, которые некров могут купить, квасвекс инвокеров, антимагов, фантом ландеров, то, если человек хочет победить, он возьмет в Рейс Кинга, я вас уверяю. В Кэптэнс Войде все немножечко не так, но, тем не менее, этого персонажа начались. Ну что, у нас еще парочка пиков стала известна, Шэдоу Финд, Виседж, Лина и Винга, таких героев мы увидим на первой карте этого матча. Ну вот, что интересно, Виседж, скорее всего, обойдется без Друг Рейнджер, его берут Сидек, потому что он в целом как-то неплох, как герой. Здесь будет, ну, как минимум, это сильная сторона команды Сидек. Ну да, Виседж это хороший персонаж, даже без Друг Рейнджера, просто с Друг Рейнджера он становится не просто хорошим, он становится прям каким-то читерским, потому что, ну, при помощи птиц, ну, тракса сейчас, аура тракса, она не распространяется на фамильяров, ее надо включать, да, чтобы она активна была, у нее там кулдаун очень высокий, но тем не менее, если в центре драки Виседж получит вот этот вот бонусный дэмэдж на фамильяров, то он их просто направляет на какого-то там саппорта пятой позиции, грубо говоря, на Скаймага там какого-нибудь, на Дизрапта, ну, кто-нибудь, кто там имеет меньше всего фарма, эти фамильяры его просто сгрызут. Тебе не нужно даже контролить, потому что в центре драки фамильяров никто фокусить не будет, слишком много надо дать птичек. Да, вот в этом-то и фишка, что они могут любую позицию абсолютно выбрать и перелететь сквозь драку, им не составляет никакого труда, в этом-то и фишка. Да, ну, а так, в общем-то, просто сам по себе хороший персонаж. Полезно. Сейчас поглядим уже последние пики, вот-вот, ох, ну, Брудмазерла с пиком сейчас уже, наверное, стала привычкой для некоторых команд, а здесь воспользовались попросту своей возможностей команды Сидек, и тут, конечно, добавить больше нечего. С другой стороны был Спиритбрейкер, который бы все равно как-то уже видно, что вот он, Хардленер, имеется при присутствии двух саппортов, и Минески тут банили именно кор-героя, поэтому этот выбор для них является, даже для команды Минески, небольшим сюрпризом. Ну, может быть, может быть. Тут, скорее всего, Элина будет стоять в миде в такой ситуации, ну, и все-таки на ласт пик можно взять Акса. Вот, особенно хорошо то, что в миде у тебя есть ССФ. Если это Хардленер с Лордар, а это должен быть Хардленер с Лордар, потому что по-другому, ну, я не знаю, как с этой брудой вообще бороться. Да, на Лейне будет уедление и пара станов, но все равно, когда саппорты с Лейне уйдут, они теоретически должны... Вообще, один из саппортов наверняка будет стоять с ССФом. Такать и как-то вот помогать. Может, это, кстати, кэри Винга от Минески в селе Virtus.pro. Ну, на мой взгляд, тоже это будет не очень правильно. А до Акса надо, на мой взгляд, брать. Либо Легионшу, либо Акса. Потому что, ну, с брудой как-то нужно тут стоять. И не стоит этого стесняться, потому что на миде это какой-никакой физ ДПС. И если у тебя кэри Акс, да, какой-нибудь, да, или кэри Легионша, такой не совсем стандартный, не совсем привычный физ ДПСер, то, в общем-то, нормально. Потому что у тебя есть ССФ еще. Да и тут вообще физического урона больше, чем достаточно. Посмотри, Винга с террором, амплифай дэмэдж с Лордар. А сам по себе Слордар это исключительно физ ДПС. Shadow Fint это физический урон в лейте и магический прохит в мидгейме очень хороший в начале игры. Так что, ну, на мой взгляд, тут Акса или Легионша должна все-таки сжать для Минески. Посмотрим, может, они, конечно, уверены в своих силах. Ну, Бристлбэк, 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 это тоже, в общем-то, персонаж, который коврит бруду в каком-то и стоять. Но, тем не менее, не настолько сильно, как Акс какой-нибудь. Ну, ладно, Бристлбэк, так сказать. Бристлбэк, глянем. В принципе, есть чем контрить, пытаться бруду, по крайней мере. Потому что, как здесь все равно будет через пауков развивать своего персонажа. И нету прям четко какого-то героя, который бы мог помешать, там, вроде того же самого Шейкер. Опять же, как, ты уже сказал. Даже гирокоптер был бы тоже неплохо, но находится уже у команды Сидек. Поэтому, в общем-то, у бруды здесь задача ясна. И, соответственно, ХЗ будет стоять в Харлине и пользоваться всеми ништяками, которые там имеются, в том числе со временем и вражеским лесом. Ну, а пока у нас небольшая пауза, мы имеем право и возможность представить для вас команды. Начну я, пожалуй, с командой Минески. Ими я давненько уже знаком. Это была не самая первая команда в киберспорте, с которой я познакомился очень плотно. Ну, что ж, у нас тут с никами тоже есть некоторые такие вещи, но, ладно, будут описаны, как написано. Реггинг у нас на первой позиции, потом идет Райер, потом Джесси, потом Куку, потом Джулс. Джесси и Джулс являются очень старыми игроками в этом составе. Ну, и что касается команды Сидек, то у них Ку на висадже, ХЗ на бруде, Гардер на стейкере, Шики на линии, играет в миде и Агрессив на пиррокоптере. Так, ну, что у нас получается? Все-таки Хардлейновый Слардар, да, действительно, Хардлейновый Слардар и Сейфлейн Бристлбэк. Что-то пишут еще по Тимберу. Да, можно, на самом деле, было бы и Тимбера взять на Сейфлейн против Бруда, тоже такой неплохой вариант. Но он менее популярен, даже менее популярен, чем Бристлбэк, на мой взгляд. Если вдуматься, Тимбер реально крут против Бруда, его паучками очень тяжело загрызть за счет его реактив армора. Ему там тычку пауком дал, а у него хп на армор повышается, а паучков там много. Ну, в общем, действительно, очень круто смотрится. Кстати, ХЗ тут уже раздеварил, смотрел, дошел, поставил Сентрю и сожрал вард. Блейдом поставил свой вард, у него еще одна Сентрия есть, а что там у саппортов? Саппортов одна Сентрия на Винтервиверне, но этого, конечно, маловато. Сейчас тут Бруда, ну, Вижен раздевардит, вражерский, и будет стоять, будет чувствовать себя комфортно. Короче, у Бруды здесь должно быть все более-менее хорошо. Учитывая, что и на боте не трипла даже должна стоять, а дабла, потому что уже отправляется в мид. Странно то, что Джулс не передал Сентрия вард своему второму саппорту, да? Я думаю, что он взял его, чтобы как раз-таки какой-то вард у Шадоффинду заизбрить, в случае, если его поставить соперника. Так как СФ здесь на самостоятельную лень оставляется ставить, и ему нужно, чтобы хотя бы у него не было варда где-то у себя на хайграунде, либо на хайграунде соперника, чтобы вот как-то вот он тут... Ну, чтобы, знаешь, ему в спину вард не поставили, и, соответственно, чтобы видели, когда он какую позицию занимает, чтобы более выгодное время взять для ганга. Думаю, что он здесь ради этого и так в Сентрию это и бегает. Ну, кстати, в Шадоффинда здесь нельзя, на мой взгляд, оставлять совершенно одного, потому что, ну, Баратрум есть в сопернике. Когда СФ играет против Баратрума или против Баунти Хантера, иногда против двух этих персонажей, он в миде физически один не может стоять. Просто не может. Даже если он знает, что на него, вот, ну, так называемый маффа варнас, да, существует. Там, Баратрум ушел с линии, да, или там Баунти Хантера, видишь, отойди под вышку там, да, не высовывайся. На самом деле это сделать очень тяжело. Ты же не будешь постоянно стоять под вышкой и постоянно смотреть на то, как вражеский мидер фармит. Ты же все-таки стоишь на важной корр линии, тебе нужно учать экспу и золото. Ты этого делать элементарно не сможешь, даже если ты будешь мега аккуратен и мега предусмотрителен, даже если у тебя там фарты и варды стоят, то все равно вероятность того, что в тебя Баратрум откуда ни возьмись врежется, и если на тебя убьет, он очень высовывайся. Поэтому Винтер Виверна или венга кто-нибудь из них должен оставаться на миде. Только, вот, посмотри, только Винтер Виверна уходит, сразу же уже Баратрум чаржится. Вот, просто сразу. И такое будет продолжаться, но в данной ситуации линия у Рейджинга просто пропушилась далеко, и он там прекрасно видел, Баратрум на него бежит. Ну, в следующий раз может... Винтер Виверна у нас просто контролит руну на боте, может сейчас передислоцируется обратно в мид, а может и пойдет к Бристлбеку. Но это все-таки идет обратно в мид, но это правильное решение. Что-то тут обмазывают пока что. Ну, вот с дабл дэмэджем у нас уже Гардер уходит. Танчик попадает, но вот, видишь, даже Винтер Виверна особо не спасла. Еще, кстати говоря, и Джулзу можно напихать, да. Мист не прошел от Шики, он там с лоу граунда стрелял по этой Виверне, и вот даже Винтер Виверна не спасает. Ну, вот, просто, ну, такой питанаж, да, там еще и на дабл дэмэдж у нас Баратрум проперся. Повезло в каком-то смысле, без этого дабл дэмэджа, наверное, не сделали бы тут ферт, ребята, из Сидек. Ну, вот что поделать. Шейкеры намного лучше смотрятся в таких ситуациях. Не знаю, почему ребята проигнорировали. Почему стали игнорировать комбинацию? Там же никто Шейкера не банил. Нет, он был открыт. Почему игнорируют люди этого персонажа, когда имеют Шедоу Финда? На мой взгляд, это очень-очень хороший герой Шейкер. Единственное, что в Виверне здесь, она не хуже в данный момент. Она потом, может быть, на дистанции будет, может, даже несколько лучше смотреться, нежели чем Шейкер. Хотя его заменить все же довольно сложно, потому что герой как опасен и в начале, так и в конце, тем более. Не опасен во время масс-файтов, поэтому он, в своем роде, уникален. Еще так получилось, что у Сидек на ласт пик была Бруда. И против Бруды Шейкер показывает логика, что, в общем-то, хорош. Ну, Винтер Виверна тоже хороша, кстати говоря. Можно ее пытаться убить, загангать. По крайней мере. Но вот, будь вместо Винтера Виверна сейчас Шейкер, вполне вероятно, что Шадокинг боролся жив. Просто, если бы там как-то фисурку хорошо подкинул бы этот Шейкер. Но, тем не менее, Минески не расстраиваются, стаки в лесах они делают, стараются не отставать от соперника по арму. Но сделать это, конечно, проблематично. Потому что, в общем и целом, если рассмотреть ситуацию на линиях, так статично, то ХЗ на боте фарма получает все-таки побольше, чем Слардар. Он приспособлен для того, чтобы фармить на своей линии. Слардар это герой такой более... Ну, ему нужно вот все-таки стоять на такой линии. Он может фармить на харде, если там какая-нибудь слабенькая табла, там, да, или какие-то слабые герои, которые не могут его зонить, не могут его убить. А здесь чуть ли не самая сложная линия из всех возможных. Это Гирокоптер и Виседж. Если раньше Гирокоптер был персонажем, который, так, кстати говоря, у нас паратрумчик попадается в Бристлбека. Третьи иголки. Ну, это, кстати, может быть ошибка, если ребята будут татс убить Бристлбека здесь. Он все-таки уже пятого уровня. Ну, если раньше Гирокоптер по праву считался героем, у которого Нюк на первом левеле был одним из самых сильных, то теперь это, наверное, не совсем так, потому что Дэвальшему Рокки Баража на первом левеле очень сильно подрезали. Ну, да. Но, тем не менее, больно он Рокки Баража наносит. Но еще тут есть Виседж, который соло-сампшеном все-таки очень много урон наносит. Так, ганг, агрессив. Агрессив погибает без шансов. Здесь, конечно, саппорт очень кстати оказались от Минески. И, с другой стороны, они просто выбрали грамотный момент, потому что видели, что Гирокоптер остался совсем один. Да и Виседж бы здесь никакой помощи бы не смог ему обеспечить. Протрум в этот момент Гардер. Он уже, знаешь, я привык увидеть на таких ромящих персонажах. У него Баунти Хантер был довольно-таки неплох. Ромящий, ну и Спирит Брейкер, честно говоря, его герой. Поэтому здесь сомневаться не стоит, что он как-то им плохо сыграет. Набегает временем на куку. Но ему полезно сейчас на него нападать. Хотя, с другой стороны, если грамотный будет бодиблок, что, в принципе, ХЗ-то и сделал. Рокки Бараж от Гирокоптера позволяет его забрать. Там же ХЗ чуть не погиб. Ну да, если бы он там остался бы, ему бы иголками назад откачило, он бы умер точно. Там 4 стак иголок на нем было. Пог погибнуть. Иголки 4-го левела. Такая опасная. Так, на топе у нас Регенчик подбирает Винтер Виверна. 3-го левела у нас Винтер Виверна. Снова убивают кого-то на топе, ребята, из Минески. Ну, они уже поняли, что с Бристлбэком там каши не сваришь. То есть, его убивать там не получится. Посмотри, что к деке делают. Агрессив ушел с Лейна. Он 6-го уровня. И вместе с Гардером они будут сейчас пытаться убивать Шедоу Финда. Тут рядом есть Виверна. Но мне кажется, что одно Винтер Виверна здесь не отделаться. Пошел кулдаун. Такой, казалось бы, Колден Брейс от Жулза. Но он полностью вообще лишил рейджинга шансов хоть какой-то дэмэдж в этой драке нанести. Потому что если бы он не заморозил его в Колден Брейс, он мог бы, по крайней мере, в какой-нибудь Койл попасть, да, в Баратрумы. Хотя бы его бы убили. Получилось так, что этот Колден Брейс был на самом деле не к месту. Там очевидно, что этим скиллом ты его вообще никак не засейвишь. Там такой лютый прокаст, что без Глиммер Кейпа там засейвить. Ахэз, кстати говоря, на фото, посмотри, да, да, она умирает. Ну вот, опять же, в слову о контре Бристлбэком Бруды, если она вот так вот все-таки вскривает, Бристлбэк, если Бруда, а так как она милишная игра, и она в любом случае будет вставляться под стаки от Бристлбэка, как раз-таки, если он ошибается, он погибает. В случае, как с Бэтрайдером и Напалмом. Бристлбэка очень хороший вариант против Бруды в таких ситуациях. И, кстати говоря, смолк сейчас, да. Я думал, что, ну, сейчас пока Блинкдагера, конечно, нету, еще у Райера долго ему придется на него еще выфармливать, так как крипов у него вовсе пока еще нет. Занимая свою позицию, он не имел возможности что-то там делать. Вот сейчас надо грамотную позицию выбрать, и вроде бы план гора. План довольно хорош, но вот никто не подходит. Ну, видишь, они что сделали? Им нужно, чтобы в полотно подобрался кто-то. Они стаки заметили в лесах, которые делали для Лины, и вот сейчас они хотят эти стаки вместе с Шеддомом забрать. Правда, какая ситуация? Тут Вард стоит, и если туда ребята пойдут, их сразу же там примут. Поэтому, ну, Рейджингу надо было бы вот так на эти стаки идти, но сейчас вот он смотри, оп, и все, стало понятно, что Минески идут забирать стаки. Будут ли это как-то контр-эзик тэк, или, короче, что уже не получится с контр-эзик тэк, потому что Финдаль уже банально все запармил. Вот это неприятно. Тем временем, гард будет Бристлбека. А стаки забирают Минески. В одном месте вроде бы делают Минески все хорошо, а в другом какая-то дырка появляется, да, то есть вроде бы бах там, пили эсэпа, в этот момент Бристлбек забирает бруду. Вроде бы законтролирую руну на топе, забрали все стаки, оп, и умирает Бристлбек. Но он, с другой стороны, убавляется в Саверну. Слушай, а команды прямо так с места в карьеру начали. Реально много фрагов, много экшена, перемещений и ротаций по карте огромное количество производится командами, особенно седеками. Ну, у них Баратрум есть. Он для того и приспособлен, чтобы постоянно на карте перемещаться. Да, у него уже фрагов на его счету считай, как бы, видим, один фраг и четыре ассиста, поэтому Гардер сейчас играет, как должен играть этим героем, и у него очень большой опыт конкретно в данной мете на этом герое, поэтому он часы вард поставил во Бражском лесу, его обеспечив дальнейшие какие-либо ганги сейчас. В общем, он много чего делает, тем самым, конечно же, всплаживает линию для своих героев, чтобы они больше экспы получали. Как бы, кстати говоря, бежит на топ. А СФ туда пришел, пока не ясно, с дабл-дамажем на пришел. Мидл сейчас пушит шейки, посмотри. СФ пришел на топ, непонятно зачем. Типа смог сейчас и пытаться загангать, я уж не знаю, но у них даже смока не было, он уже был. Я не знаю, зачем. Не знаю, откуда припортилась винга, судя по всему, не со спауна, потому что, ну, СФ выложил боттл в вингу, а он что-то не пополнился. Не очень прикольно вышло. Так, полный боттл. Ну, ладно, он на 10. Бруда приобретает Мидас, очень правильный артефакт, на мой взгляд, в такой игре. Бруда, вот, как по мне, это герой, который чем-то похож на Алхимика, что он может быть там топ-1 Нетворсом, да, но вот конкретно в файте какой-то там мега-импакт этот персонаж делать не может. Только при шибко там больших показателях Нетворса он там действительно может прийти в тимфайт и всем сразу же объяснить. Поэтому, плятик на бруде, мне кажется, он больше всего приветствуется. Чисто мое мнение. Многие, конечно, играют боевой брудой, там сразу же даже без тапка делают орки, там расставляют сетки по лесам вот таким вот образом, да, чтобы с хардлейна на мид постоянно перетягиваться и помогать своей команде. Ну, в некоторых ситуациях это тоже, конечно, очень сильно помогает, но... Порой ты этой брудой имеешь топ-1 Нетворс, приходишь в драк, убираешь, потом можешь сделать так, пытается убить Джулза. Джулз юзает Arctic Burn, отступает Кайлами, забирают паучков, которыми бруда хотела отправить в таверну кого-то тут венгу на венгу, она направила паучков, и, кстати, ребята заюзали. Так, на всякий случай, мало ли, здесь где-то бруда находится вот так. По итогу лес в арме Минесковский. Вот тоже неприятный момент, герой такой, постоянно фармит твой лес, вот, казалось бы, когда ты не можешь выйти на линию нормально пофармить, потому что тебя могут загангать, нужно уйти в лес и там добить каких-нибудь... Приходишь к тебе в лес, а там пусто, потому что там бруда. И ладно, если там просто пусто. Это ожидаемо, вполне, да, там еще и варды стоят. Там еще и бруда есть, которая может тебя убить, и бруда есть. Один на один. Один на один, она практически любого должна загрызть. Ну, специфика персонажа такая, если ты один, то... Временем, кстати, да, обрати внимание, где Куку, это тоже важно сейчас, потому что он нырнул, но он должен вспомнить про Дротрома и даже на то, что у нее есть хаста, он не обратит внимания, потому что Незерстрайк есть у Дротрома, и вот-вот он уже получился 6-й левел. Он добегает, башит его, кастует Незерстрайк, сзади уже находится Шихи. Станом тут, конечно, промахивается, но вот если бы не промахнулся, могли бы даже добить, так как Лагуна была, и это буквально еще чуть-чуть продавить его, и Лагуны можно было бы добить Бристлбека. Жаль, упустили такой сочный фраг, так как герой все же довольно дорогой. И на СФ нападение от Герратора, агрессив, ну, просто-напросто вот не повезло с Руной сейчас СФ, иначе бы там инвиз какой-то попался бы, может быть, бы выжил. А также агрессива, свободный фраг. Ну да, конечно, могло-то. И МИД теперь Шики убивает, залетает здесь саппорта Минески, в том числе во главе с Куку, и здесь уже, к сожалению, ничего не смогут сделать Сидек, у них нет герокоптера кулдауна, поэтому придется погибать еще и Кью. Дурнули, далеко забыли, что вышки-то тут нету Сидеков, поэтому вот как-то так получилось, ну, очень непонятно непонятно как ИХЗ. Слушай, вот это когда закончится, да, когда закончится этот конвейер. Боже мой, сейчас если бы закрепили собой преимущество Сидека и убили бы Бристалбека, ничего бы этого не было, потому что в конце концов им по щам надавало в МИДе. Глянь, они еще ведь и Рошаны хотят забрать через Амплифай террорчик с Бристалбеком. Физ с ДПС у команды Минески очень серьезный, и им тут, знаешь, кого не хватало, им бы тут даззла еще какого-нибудь, потому что, ну, Амплифай террор, конечно, круто, но когда ты вивку юзаешь, там, по всем, то Бристалбек начинает реально серьезно являть. Правда, не хотят Сидеки отставать с Товарошаны, и, о боже, как же это неприятно, наверное. Кулдаун залетает по всем, но, правда, переживает команда Минески этот фракат полностью. Оказался один Гирокоптер там в драке, вот что самое важное. Гирокоптер шел один, надеюсь, убить всех. Гардер там, конечно, мало что может сделать, особенно против Куку. Нужен какой-либо фокус дэмэдж, но Шики успевает и Драгонслейвом хотя бы пару фрагов сверху выбирает, но все же здесь выживает Куку и делает еще один фраг для себя, так что денег он себе заработал. Ого-го сколько? Он занимает первую позицию уже на карте и пытается еще оторваться. Шики, правда, хочет забрать Рошана вместе с фамильярами и ХЗ, и тут вновь приходит Куку, и явно тут дело закончится конфликтом, хотя Куку неужто забыл? Его сейчас расстрелять тут могут, и Рошан топнул, в итоге Оегис достается бруде. Но пожадничал, как говорится, жадность Прай разгубилась, здесь их слов просто не подберешь. По крайней мере, не получили золото с Экспой за этого Бристлбека Сидеки, потому что если бы они еще с него бы сорвали, там, да, стрик какой-то у него что-то имеется, то, ну, да и сам герой дорогой, то есть у него 6900 нетворса, у Шики тоже 6900, то есть по один топ-2 позиция по нетворсу, за него бы ребята из Сидеки получили бы много золота и Экспы. Ну, поспешили, конечно, Минески, поспешили, ничего не скажешь. Надо было, наверное, все-таки повременить с этим Рошаном, ну, тут, как мы говорили вчера, приняли на себя ненужный риск. Ненужный риск, который вот оборачивается тем, что часть инициативы утеряна. Минески круто сейчас прошлись конвейером, да, по вражеским героям, по вражеским вышкам, они вот и Бруду убили, и Лину убили, и еще там, и этого Визаджа тоже забирали. Сейчас, смотри, огромное количество Эншентов, тут еще у нас так, но придет Вингадас, Террор, Придбристлбек, все это зафармят, и у них вообще будет все отлично. Но, если бы у соперника не было бы Рошана на данный момент, то прям было бы все блестяще. Но в такой ситуации, конечно, у возможности еще подраться. Я считаю, что могли бы отдать Аегис и не париться. В данный момент мы видим еще Смок во главе, в принципе, ХЗ уже спалился, показывает, что есть. Ну, давайте, если мы, может, забайтим на ХЗ в таком случае. Ну, я думаю, что они тоже нормально и мудро поступают. Пускай там Энштов зафармят, не обращают внимания на подобные провокации, и за вышку тоже, как не кстати. Вот только вот единственное, что Райер решил тут немножечко ворваться, хотя бы апплифайку повесить, но не встала команда врываться туда, потому что они попали бы под кулдаун. Было бы неприятно. Ну, что ж, пока, если бы не вот этот вот замес, и пока, знаешь, этот замес, который был, этот конвейер не позволяет пока выявить лидера. В принципе, наверное, хорошо для команды Минески, так как они все-таки здесь считаются аутсайдером против команды Сидек, и все еще пока в игре. И Бристалбек имеет много денег, и СФ имеет много денег, так что не уступают они коргероям вражеским. Поэтому развитие игры сейчас в мидгейме будет, и все зависит от действий команды. И Слардар здесь каким-то чудом оказался. И СФ подошел и под стан. Шики их обоих отправил. Пришел, конечно, туда, и Джулс отправил Винтерскер Шики. Его там накажут, но Гирокоптер пришел. Наказали ли они кого-либо из команды Минески? Мы сейчас увидим, потому что сейчас экшен в самом разгаре. СФ успеет он скастовать Рэкмол Солс, и агрессиву достается много дэмэджа. Но приходит уже Гардер, у него есть Незер Страйк. Долго, конечно, будут пить они Куку. Рядом, конечно, имеется Джулс, но все-таки они его добьют. Вот видим Колден Брейс, конечно, все еще. Но вот пришел ХЗ, уже силы далеко не равны. И это, скорее всего, даже Тимвайб. Очередной ЕУ, сверху стан от Шики и расстреливает агрессиву. И это заканчивается все это приключение командами Минески. Вроде бы почувствовали, ребята, какую-то власть на карте, но так дерзко за Т2 заходить, это, по-моему, не то, что они могли бы сейчас сделать. Уж тем более, это так небрежно. За это их и наказали. Да, байбэк сделал Шики. Это позволило Сидеку развернуть ситуацию в противоположную сторону. Разве что вот Аигис, почему бруды? Я вот только сейчас заметил. Если бы Аигис был бы у Шики, так там вообще было бы все мега печально у Минески. Потому ни одного бы героя Сидеку не потеряли в такой ситуации. Ну, немножко вне позиции подрались. Да, соглашусь. Ну, было видно, это заметно. Сами-то почему-то не поняли, но поняли, что уходить куда-то из Т2 будет просто никак невозможно для них. Сейчас еще опять же продолжается замест, но теперь уже агрессирует конечно же Сидеки. И как-то опять же вне позиции оказался и Винтер Виверна, и забыли про Спирит Брейкера. Пришел Слардар, хотя вывели Аегис, но СФ здесь уже под стальной фамилиарами. Могут возникнуть далее. Проблема Роккбердж плюс Чарш. И тут СФ надо продавать. Ничего не сделает там абсолютно Слардар. Ворваться он туда даже не может. У него, блин, был кул давний сейчас. Не ворвался, хотя и сам мог бы погибнуть. Опять же, как бы не устроить конверс. Стан в троих продолжит придраться. Куку, конечно, пока все еще надействует. Надеется на свой Кримсон Гвард, но демона все же многовато. Ренеза Штрайк и кучу-кучу дизейбл различного поставляет гардер. Не делают вообще ничего здесь игроки команды Минески. Просто потому что им этого не позволяют. И забирают вышку еще вдобавок. Опять устроили жесткое, не знаю, отдавалово. Вот это вот действительно был конвейер сейчас, да. Это был действительно конвейер. Ребята полезли драться за свою Т1-вышку по очереди. СФ умер, ну, у него вот там мека была. Ну, мека он скастнул, но он все равно жил крайне мало. То есть урона он импакта практически никакого не сделал. Кому же в драке нужно жить, чтобы кайлы давать, чтобы руками бить. У него все-таки аура какая-никакая имеется. Хоть и первого левела она там на троечку армор всего срезает. Но все равно ведь это достаточно приятный бонус. Учитывая, что армор этот срезается в АОЕ. А Бристлбек АОЕ физическим уроном бьет, когда иголочки кастует. Правильно? Правильно. Поэтому ему нужно в драке жить. Плюс не дождались ульта Винтер Виверна. Он был в крауне тогда, когда Джулс туда подходил. И, в общем, ну, крайне-крайне как-то небрежно подрались вот Минески. Они сами себя загоняют вот в такие вот неблагоприятные условия игры. У них все было отлично. Все было отлично. Даже вот самое их слабое место, да, вот этот вот Шадоуфинд в Верлигейме, который стоял на миде, которого могли убивать. Его, кстати, убивали. И ПА, по-моему, и Ферстблат на нем сделали. И потом второй раз его пришли, убили. Может быть, даже третий раз где-то его пытались забирать. В общем, у Рейджинга все было очень, очень плохо. Да, потому что, ну, такие персонажи у Седек, они приходят и убивают, там, Баратрумы вот эти вот. Из любой точки карты чаржатся в тебя и ты можешь с этим поделать. Вот, но в целом было же все неплохо до вот этого Рошана. А сейчас, конечно, графики резко скакнули в зону преимущества Седек. И сейчас уже надо все-таки играть аккуратно. Вот я там посмотрю... А, Баратрум у нас в итоге Лотар купил. Я видел то, что Гардер копил денежку. И, ну, у него там было... Климер Кейп мог быть. Я думал, что он вообще Медас здесь купит, если честно. Потому что та игра, которую, ну, вот Минески начали навязывать с 13-й минуты, когда вот они шли в Питером, а Бристлбек там убивал одного за одним у Седеков. Тут можно было бы подумать, что, ну, тут надо как-то, наверное, в лейт играть. Все-таки купить какой-нибудь Медасик на Спиритбрейкере и стараться, вот, перефармливать каким-то образом. Учитывая, что и у Бруды есть Медасик, и у Спиритбрейкера был бы Медасик. Ребята бы свои артефакты бы заимели. Вот. Но, поскольку Минески тут сначала на Рошане умерли, потом на ТОПе один раз умерли, потом второй раз в Питером отдались. Тут уже, конечно, можно про Медасик так потихонечку забивать и покупать более полезные артефакты. Вот, к примеру, Лотар. И к тому же здесь Лотара с Сильвер Эдж будет очень кстати против Бристлбека. Да, и попробовать теперь уже играть аккуратно, когда там Спиритбрейкер, когда там куча вардов, и они просто сами будут на тебя нападать, как сейчас это делает Гардер. Он не стесняется, получает Минтерскерс, много дамажа сверху, и умирает. Ну, переоценил уже свои силы. Переоценил себя, и тут могу добавить лишь то, что сейчас аккуратно сыграть Минески будет довольно сложно. Учитывая, что они этого не делали на протяжении всего матча и устроили конверг, сейчас как бы пытаться отыграть то преимущество, которое, видимо, на табло будет ему ещё сложнее, потому что соперник уже несколько сильнее. Брустаблиц постоянно пушит, чем занимается ХЗ, сейчас и медленно впервые видим вылазку от команды Минески. Кирокоптер пока что находится на боте, он забирает там Т2. Ну, похоже, Минески решили подраться. Уже они решили повоевать, пока нету Баратрума. Вот кастуется Кримсингвард, развешивается Амплифайя, правда, на птичек. Барь полетел. Вот забрали вышку, тут, наверное, надо бы отступить и перегруппироваться, потому что действие Кримсингварда сейчас закончится, ульта Винтера Виверна нету. Это, кстати, самый слабый момент Минески сейчас. Минески сейчас могут вступить в драку. Ну, для себя, потому что у них нету ключевых айтемов. Но, тем не менее, позиция у них может быть весьма удачная. Посмотри, они на горочке. Так, кулдаун. Ну, так себе кулдаун. Ну, хватает дэмэджа, просто и труп, и такого имеется, что там Роквит Барриджа и всего остального. Плюс мы видим, где команда Минески оказалась в тот момент, она была на хайграунде. Вдалеке. И, фактически, они уже продавали двух героев, не успели уйти. Сэфом вновь еще. Это можно тоже назвать конвейером. Потому что и они имели возможность уйти, продав героев. Не просто смотреть сейчас на соперника, как они дальше пойдут. А просто свалить какими-то окольными путями в лес и уйти из тпшек. Так как тпшку Сэф имел. А он решил пойти так, выпрямки, чтобы его поймали. Ну, тпшиться здесь тоже было достаточно опасно. Да не на глазах, а уйти куда-то хотя бы. Он просто ушел на хайграунду, его там все равно подцепили. Они могли заранее уйти, когда уже цепляли. У них времени было в тпе достаточно. Они решили пойти и сопроводить своих. Если бы они просто поражали бы телепорты, грубо говоря, да, сразу. Они, может, потеряли бы одного героя. Может, там саппорта бы еще какого-то потеряли. Нет, они потеряли стопроцентно двух. Потому что те находились на лоу-граунде. А они на хайграунде находились. Типа бессмы... Ну, все, уже видно, что продаешь их. Все, уходи. Непонятно, чего ждали дальше. Да, в итоге даже непонятно, как вышло-то. Хорошо или плохо. С одной стороны, Минески забрали баратрумы. И после этого сразу же спушили вышку. Сидеки решили не вступать в бой, пока у них нет баратрумы. А потом, как только забрали вышку, Сидеки осознали, что у соперника нет винтерскерса. Что потратили Кримсенгвард, уже поражали. И вот, казалось бы, все полезные скиллы Минески свои уже растрастили. И можно на них попытаться напасть и убить. Ну, что и получилось. Несмотря на то, что кулдаун залетел очень отвратительный. Да, то есть он вообще, по-моему, ни в кого не попал. Даже в Слардара, даже в Брингбека. Которые, казалось бы, находились рядом друг с другом. Так. Смоке, спалилась. Вингас, фаб, хорошо. Танчик, амплипай. Вот, сейчас можно попробовать подраться. Но чесить, к сожалению, некем. У Слардара, ну, Блингтагер есть. Не знаю, поймает он тут кого-нибудь. Он старается, конечно. Но Лина очень быстрая с Еулом. У него еще есть Инвиз. И Шики, кажется, попался. У него есть Еул. Он может сдиспейлить. Да, все, уже ничего он тут не успеет. Улица. Просто тянет время. И в итоге отправляет его в таверну. Неплохо. Все это, кстати, происходит перед возможным респауном Рошана. Видимо, Минески этот смок прожимали для того, чтобы получить какой-либо пиков и забрать второго Рошана. Но им в этом плане немножечко не повезло. Потому что Рошан еще не заспавнился. Но заспавнился он секунд 4. И Лина появится через 45. Не знаю, захотят ли Минески снова повторить ту же ситуацию, что была на первом Рошане. Потому что, по сути, такое может получиться. Вот. Сидеки будут почти готовы. А Минески уже будут бить Рошана. И опять залетит кулдаун в 5. Опять там все умирают. Так делать опасно. Вот Рошан заспавнился. Сидеки уже об этом знают. Сидеки, кстати, Рошана будут бить достаточно долго. Потому что у них все-таки их нету. Героев, которые очень быстро Рошана убивают. Ну вот есть Солар Крест на Бруде. Если они, конечно, туда еще в пятером ворвутся, то тогда да, тогда другое дело. С Фамиллерами, с Линой, с Герокоптером они этого Рошана относительно быстро заберут. Но, тем не менее, Минески заберут этого Рошана быстрее. И, поэтому, если Сидеки сейчас хотя бы одного какого-нибудь героя потеряют, абсолютно любого Виседжа, там, Братрума, или Лину, или там, Бруду, может, какую-нибудь, то о Рошане можно забыть, на мой взгляд. Сейчас вокруг этого Рошана будет строиться игра. Потому что, кто его заберет, тот получит преимущество на карте весьма весомое. Так, пошел Смоук. Сделал нападение от команды Сидек. Причем это вполне возможно. Не вижу, чтобы команда Минески вообще как-то могла бы этот лув прочитать. Хотя они пытаются уйти, но у них в последнее время как-то и выйдить драки не особо получается. Пижин, конечно, они избавились от вражеского, но этого хватило, что имелось, чтобы Гарнер напал на Райера. Тот не успел его отстанет, поставили центр, пошел кулдаун и попробуй сбеги, как минимум уже кое-кому достанется. И кое-кто это уже Винган. Следующим может оказаться Куку, хотя он драку спокойно принимает джамп в КБшку. Мы видим, как он уже дерется, лагуна получает СФ. Какой-то распокус по демиджу. Куку пока еще старается не трогать, тем временем пока фиксирует свое внимание на СФ и потом уже займутся им. Но он тем временем уже справился с Линой и справится с Кью, если ничего не продолжится. Но уже пошла супер медалька, она с Соло Креста и тут у нее шансов не остается, так как уже тиммейты его практически все погибли. Остается лишь одна Виверна, которая там никакой угрозы для команды Сидек не представляет. Поэтому сейчас мало того, что забрали очень быренько команду Минески, теперь можно также спокойно забрать Рошана и закрепить с собой преимущество, которое уже сейчас команда Сидек имеет с 13 минуты матча после того, как начали конвейер Минески. С тех пор ничего не меняется. Да, так и происходит. Непонятно, почему решили Герокоптера, вот Винтерскерс именно в Герокоптера прожать, потому что у него брони очень много и хитпоинтов достаточно большое количество. Если бы вот в Лину прожали бы Винтерскерс, мне кажется, ее можно было бы убить быстро и она бы не успела свою лагуну даже скастить. И эту Драху можно было бы попытаться выиграть, а так получается, что Лина перед своей смертью полностью раскастовалась, у нее брони очень мало, китпоинтов конечно же столько, сколько у Герокоптера было. Герокоптер это просто тебе БКБ сейчас подачил, у него стало больше жизни. А так Лину можно было бы забрать первой и вполне вероятно, что получилась бы очень удачная Драка для Минески. И СФ вообще реквием свой не скастил. СФу надо в таких ситуациях просто сразу давать реквием. Когда он видит, что в кого-то въехали и въехали не в него, не надо стараться там подойти в центр Драки, прожать ультимейт или еще как-то его там скастить по удачам. Надо просто его прожать, чтобы элементарно задизейблить там на минус дэмэдж, на замедлить очень серьезно. Он там же замедляет еще, да, 25% замедления. Ультимейт и Шадоффин, да, раскастовывается он на достаточно большую дистанцию, поэтому СФ мог просто, вот он видел, как у Винтера Виверна, все, вообще забыть там про какие-то кайлы и пички. Нет, просто реквием, все. И может быть что-то бы получилось. Но так, конечно же, СФу впоследствии, как только, ну, Винтер Скёрс спал с Герокоптера, СФу просто-напросто не дали бы раскастоваться, потому что БКБ у него нет, его бы там застанили бы, под Юли, либо там, пили бы быстро на крайняк. То есть СФ там уже реквием скастовать не смог, ему надо было сразу это делать. Ну, конечно, минуски все равно бы, скорее всего, эту драку играли, но, может, побольше бы людей с собой в таверну забрали. Кто знает, как бы там завернулся. Тоже тут, видимо, уже как дерзко действует Сидеки. Тоже тут пока бегает. Ну вот у меня уже, оказывается, по сути, зажатыми на хайграунде. Сейчас их команда Сидек лишила последней внешней вышки. Все, приехали. Но табло мы видим преимущество 15000 по XP и по золоту. И тут уже гардер чуть ли не на хайграунд собирается врываться. Главное, чтобы его тиммейта поддержали. А они-то поддержат, у них аегис. И они думают, что реализовывать и будут прямо сейчас. Хотя вот видно, что герокоптер явно что-то хочет оформить. У него 2900 голды, считай. Не знаю, что в следующем он может тебе там заполучить айтемом. Будь то какой-либо там батерфля, или просто на статы какой-нибудь скади себе собрать. Хотя есть монта. В принципе, что статок уже дает какое-то количество. По-разному может поступить. По-разному может поступить. Агрессив, он может купить себе батерфля. Это будет действительно артефакт очень полезный. Потому что тут манки кингбары если появятся, то появятся очень не скоро. Можно купить себе сатаник. Ну, вряд ли убьют за прокаст какой-то. Да и прокаст это по сути... Какой прокаст у Минески? Это ультвентер Виверны и стан Слардара. Эти вещи агрессиво забрать вряд ли получится. Поэтому можно будет потом после того, как ты выходишь из дизейблов, прожать бкб, прожать сатаник и банально через флэк отожраться очень серьезно и всех очень сильно накоцать. Вот тут, на мой взгляд, у агрессиво вариантов развития достаточно большое количество. Он может выбрать любой из них и вряд ли ошибется. Таким образом, конечно, есть какие-то варианты более лучшие, более правильные. Знаешь, варианты, которые здесь можно обсудить, они, скажем так, будут решающими не настолько, что прям жизненно необходимы. Он может выбрать, так как он профессиональный игрок, мы его выберем и не сомневаемся. И что бы он не выбрал, в любом случае будет полезно, потому что хотя бы у них айтемы появляются в отличие от их соперника. Да, в общем-то, что не купишь, все будет хорошо в такой ситуации. Есть там иногда моменты, когда нужно действительно задуматься над выбором артефакта. Например, вот как в команде Минески. Он у нас есть у Винтера Виверны, но у Винтера Виверны есть Глимеркейп, у Слардара Даггер Фурса. Ну, вот медальки-то есть какие-то хоть, но вот медальки нет у команды. Казалось бы, тут СФ, Слардар, Винга, Бристалбек, Винтера Виверна. Ну, купить медальку, ну, хотя бы, чтобы своих бафать героев. Обязательно там все жестче и жестче сряд, минус армор, соперник. Рано или поздно, конечно. Этот армор, он уже не будет так сильно полезен. Армор вообще не будет так полезен, но он все-таки... Так, у нас, похоже, сбайзил Слардар Лагуну. Ну, как сказать, он просто погиб. Погиб ни за что. Лагуна будет готова через 40 секунд. К моменту респауна Слардара у Шики уже ультимейт будет. Так, ну что ж. Тут явно к чему-то все идет. Потому что хотя бы там Паучков уже туда запуглили. Вышку очень сильно бьют, в том числе и Фамильяры. Хэзэ подошел в вышку, забрали. Все это еще, по крайней мере, танчит. Агрессив на себя у него все еще Аегис имеется. Так что в него инициируй, не инициируй. Ох, кстати, того будет мало. Вопстан, не облетел он все еще жив. Прилетает Гардер. И пошли в драку, ребята. Пошел холлдаун. Гирокоптер все еще жив. Выбери только сейчас. Аегис ССФ разультился. Фактически сбрил он. Рядом стоящего Гардера. Пошел Винтерскерс в ХЗ. Но этого недостаточно, чтобы сдержать команду Сидек. Перед Брейкер на случай, если прямо он сильно будет нужен. Он, к сожалению, не имеет возможности байбэкнуться. Пошли еще ДПшки. Приходит сюда команда Минески. Но на лоу-граунде делать им нечего. Собирается вроде отходить Сидек. Хотя с разворотом им есть чем ответить. Вот оно пошло. Ворвался Райвер. Но не слишком уверенно, как мы могли заметить. Он врывался. Уверенности пока не хватает. Пошел СВА. Там пошла БКБшка агрессия. В полдаун все еще нет. Пошла Лагуна. Вот она применена в Янгу. Там погибает Шейки. Конечно, сбрили его нюками, что имеет команда Минески. Это неудивительно. За СФом гонится Гирокоптер. Понимает, что нет смысла за ним бежать. Тут еще остается Бристлбэк. Но они в любом случае будут сильнее. Они пытаются как-то измотать соперника. Но у них это все равно не получится. Уже много ресурсов в Минески потратили. Они заюзали, если я не ошибаюсь. Один байбек, два байбека. Нет, один байбека. Они заюзали. Но могло все быть намного хуже. Честно. По итогу ребята потеряли, ну, три. А линия стоит. А у Гирокоптера был Лаегис. То есть тут могло все закончится вообще. Ну, проигранные линии. Первый, второй. Если бы Минески умерли бы. Все при защите одной из своих линий. Но по итогу получилось так, что вроде как все остались живы. Ну, там, за редким исключением. Виверны там байбетмолас. Убили Лину, по крайней мере. Как-никак. Какие-то денежки за нее с экспой получили. Но преимущество по-прежнему у седеков очень серьезное. И за этим нужно будет что-то делать. У Гирокоптера появляется Баттерфляй. Решил именно этот айтем приобрести. Смок у Виседжа. У Виседжа грифзы появились. О, интересно. Достаточно интересно грифзы. Ну, медальку тут купила Бруда. Поэтому медальку Виседжа приобретать было не обязательно здесь. Он решил выйти в подобные артефакты. Грифзов. Наверное, аганим какой-то надо делать. С аганимом Виседж намного сильнее становится. Так, что у нас получается? Следующий Рошан заспавнится через одну или четыре минуты? Ну, смотри. Да, да, да. Это вот основное. Подожди, две. Почти две минуты здесь основного. И потом будет бонус тайм. Чуть еще подождем. Ну, как минимум, время-то для агангу. Команды Седек есть, поэтому они ему пользуются. Вот очередной смок пошли и идут на соперника. Понимаю, что рано или поздно кто-то выйдет с лонграунда, чтобы пофармить лес или вроде того. Единственное, что сейчас у Седек не такой хороший там Вижн, который бы хотелось бы иметь. Там они просто зафармивают рожеский лес и допушивают линии. Линию на боте, кстати говоря, если мы вернемся к тому, что они ее не допушили. Там было, ну, Минески все силы пустили и все ресурсы на то, чтобы как можно эффективнее задефать свои строения. Вон, поглядим, как в следующий раз удастся ли команде Седек. Как думаешь, вообще без Аегис они будут ли пытаться? Я думаю, что может быть да, почему нет? Единственная проблема, что многие там появляются довольно шустренько. И они не успеют спушить, у них нет такого прям жесткого пуш-потенциала, чтобы прям вышку уничтожить. Хотя с фамильярами все не так же плохо. Ну, в действительности... Да, в действительности время играет на Седек сейчас. Потому что они вроде бы как имеют преимущество на карте. И вот они на этого Рошана в первую очередь претендуют. А это вот Минески надо думать, как они будут дефть этого Рошана. Потому что если они Рошан сейчас отдадут, то второй раз, я думаю, они не переживут вражескую атаку. То есть они достаточно удачно сейчас подрались на своем хайграунде. Вот за счет того, что смогли хорошо в драке себя поставить. Не умер Бристлбек сразу же, не умер Фин сразу же. А если Седек заберут тут еще одного Рошана, то уже будет третий Рошан. То есть сыр Аегис. Плюс у Гирокоптера появился Баттерфляй. В той ситуации, если я не ошибаюсь, на боте у него Баттерфляй еще не было. У него там был вместо Баттерфляя и Аегис. В тот момент. Вот. И у него еще тут и Аеги опять-таки появятся дополнительные. То я вообще не представляю, как Минески собираются что-либо здесь делать. С другой стороны, Седер не обязательно лезть. Поэтому на соперник не предпринимает попытку проатаковать. Неплохой слаб от Винги. Вингу сразу же сграют. В БКП покупает У. Это... Зачем шли? Вот у меня вопрос. Зачем? Стояли бы себе на хайграунде. Видно же, что соперник там идет. Они крипов били, они линию допушивали. Они вышли и сами отдались им в руки. У меня просто нет слов. Только очень плохо сыграли на этой карте Минески. Рано пока судить. Сейчас тут может еще как-то под фонтаном ребята заиграли или нет. Похоже, что не получится. Слишком все живые. Я не сужу то, что они как бы проиграли. Я говорю, что на данный момент можно уже судить о том, как плохо сыграли. Но еще и продолжают играть пока Минески. Но я бы не сказал, что Сидек пока еще выиграли. Технически они ведут. Но сейчас мы видим уже как бараки падают. И они к победе как минимум приближаются. Ну да, тут наверное даже минус 3 линии будет. Потому что... Ну за третью линию по крайней мере Минески поборются. Так вот Crystal Death сейчас будут убивать Кукузи совершенно один. А то уже был такой отчаянный порыв. Хочу-то поменять. Но вот здесь уже реально можно писать игры. В чем проблема? Вот ребята из Минески, они вроде бы как вышли на мид, да? Их там все поймали. Они вот... Ну ни рыба, ни мясо. То есть что в такой ситуации обычно делают команды? Они либо очень сильно могут докопаться на своем хайграунде, да? И таким образом будут реально держать оборону. Или же прожимаешь Смоук и бежишь гангать, чтобы забрать Рошана. А Минески они и не то и не то сделали. То есть они вышли в мид без Смоука. Их там всех убили. И на хайграунде они таким образом так и не подрались. Здесь единственный вариант как-то перевернуть игру. Вот последний шанс для Минески как-то выиграть здесь. Это на третьем Рошане дать бой и не дать сопернику Аегису.